Прямо сейчас у нас в гостях человек, который разбирается и в бизнесе, и в предпринимательстве. Генеральный директор инновационного центра «Аквариум» Сергей Бураков. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Ну, не будем ходить вокруг да около. Рассказывайте, чем сейчас вообще занимается центр, кому туда бежать, кому лететь, кому не лететь? Центр занимается развитием технологических предпринимателей. Не развитием всех предпринимателей вообще, а вот у нас узкая направленность именно на технологическое предпринимательство. Если поподробнее, спасибо большое. Если поподробнее, технологические предприниматели, с чем это связано? Что это такое? Да. В отдельную область, это выделилось в 90-х годах прошлого года, Да, держим осанку, я помню. Да, не зря же на совет посмотри. В 90-х годах прошлого века, и оно возникло на стыке предпринимательства традиционного с некоторыми инновационными составляющими. То есть начался вот этот технологический процесс, да, наверное, более ярко выражаться в нашей стране, прогресс и процесс. Ну, не только в нашей стране, да. В 90-х годах прошлого века, как будто это было так давно. Я только родилась, прекратила. И когда, соответственно, оно выделилось в отдельную область, основное отличие технологического предпринимательства от традиционного, да, в традиционном спросе разъясняют предложения. Ну, то есть вы видите, там, не знаю, оживленный перекресток без единой точки фастфуда, например, да, и понимаете, что, наверное, пойдет. Ставим, пробуем, проверяем. В технологическом предпринимательстве наоборот. Там предложение рождает спрос. Вы создаете что-то новое, чего раньше не было, и люди хотят это покупать. То есть люди даже могли не подразумевать, что им это нужно. Они просто не знают, что это существовало. А оказывается, нужны. Вокруг слова стартап в некотором роде вертится вся деятельность центра. Слово-то вроде всем известное, но не всем понятное. Что это такое? Ну, теперь это как раз легко объяснить. Стартап это там основная боевая единица технологического предпринимательства. Вот и все. Понятно теперь тебе слово. Стартующий бизнес на старте. Технологический бизнес на старте. То есть, по сути, идею бизнеса можно называть стартапом? Идея, пока она идея, и с ней собственник, основатель стартапа ничего не делает, а ходит и просто рассказывает, как идея. Нет, это еще не стартап. В тот момент, когда он начнет превращать ее в жизнь, делать минимальную рабочую версию своего продукта или услуги, искать инвестиции, пробовать, коммуницировать с рынком и спрашивать, получать обратную связь, а вообще, как вам моя идея, хотите ли вы ее купить? Вот в этот момент это становится стартапом, начинает уже превращаться в бизнес. Ну, если вот, предположим, у нас с Пашей, что было вероятно, появились какие-то стартапы, что с ними делать? Ну вот, да, идея есть, и ты вроде понимаешь даже, как ее реализовать. Куда с ними идти? Идти к нам. Все, в аквариум. Ну, в общем, да. Идти к нам, а дальше, в зависимости уже от вашей идеи, от того, к какому классу, какой отрасли, области она принадлежит, получать поддержку в ее развитии. Если там это IT-сфера, да, то, соответственно, идти в акселератор проектов, развивать свой IT-стартап. Если это, ну, там, что-то вы собрались делать руками, например, да, какой-то продукт, то тоже приходить к нам, там есть большой пол механизмов, которые вам помогут. Но первый совет один, там, идти к нам. Да, ну, на начальных этапах мало человек разбирается в этом. Там и наставник, и инвестор, это две важные такие вот фигуры в жизни молодого предпринимателя. О программе наставничества могли бы рассказать? Совместно с фондом или там по инициативе фонда развития бизнеса Краснодарского края, да, там, в этом году запущена масштабная программа наставничества, она действительно самая, наверное, масштабная в стране. Суть в том, что предприниматели опытные, набившие шишки, знающие, как запускать бизнес, а, скорее всего, уже и не один, знающие, как терять бизнес. Это болезненное, но очень важное знание. Наставляют как-то как раз стартапы, и делятся с ними своим опытом, своими знаниями, своим, там, не знаю, зачастую знаниями даже не столько про бизнес, а, например, про то, как совместить, не знаю, там, work-life balance это называется, да, то есть, ну, баланс личной жизни с работой, да, чтобы не выгорать, чтобы все успевать, и чтобы там схватило вашего ресурса на завершение. Ну, то есть, такой учитель в большом, в более объемном смысле этого слова. Да, 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 там много у него названий, наставник, ментор, коуч, это, в принципе, все схоже. А инвестиции, если мы говорим про инвесторов, то есть, как выглядит этот процесс, то есть, вроде идея есть, где найти средства на ее реализацию. И сидит человек где-то такой, у меня много денег, куда бы их лажить? Куда бы? Как их совместить, эти глупые? Инвестор, это, с одной стороны, необходимая для стартапа вещь, инвестиции, да, полученные от него для развития стартапа, с другой стороны, это, наверное, самый страшный экзамен стартапа, страшнее, чем в институте, стартапу презентовать свой проект инвестору. Именно там в эти, в демо-дни, да, когда они презентуют свои проекты, когда они пытаются там, по сути, продать свой, не продукт в данном случае, а именно бизнес, да, часть своего бизнеса инвестору, например, для них самая стрессовая ситуация происходит, но если инвестор верит в эту идею, в этот стартап, он вкладывается. Там в жизненном цикле стартапа много разных, там уже целая классификация есть, да, какого размера инвестиции, от какого вида инвесторов на разных этапах происходит. Поначалу там, они разделяются по степени риска, да, понятно, что там, когда стартап еще на уровне идеи, вкладывает в него деньги, ну, очень высокорискованная операция, да, никто не вкладывает много, вкладывает, действительно, если верит в идею. И потом, когда уже появляется продукт или услуга, когда он выходит на рынок, когда появляются продажи, то есть, ну, потребитель принимает эту услугу, там уже, ну, во-первых, необходим рост кратный стартапа, и нужны большие инвестиции, во-вторых, нужны, соответственно, уже совсем другие инвесторы. Это уже не бизнес-ангелы, там, это корпорация. Вот, к слову про идеи, мы с Пашей решили подготовить несколько идей, как нам кажется, очень технологичных. Да, и, пожалуйста, это мы вот так, на вскидку, вот, с утра накидали, пять билетов у меня тут, как на экзамене. Да сразу все посмотрим, и вы скажете, что из этого вообще имеет место. Место. Так. По-моему, придумано. Электровдеватель шнурков. Электровдеватель. Ну, вдруг, у меня нет шнурков. Автоматически зашнурующиеся кроссовки я, по-моему, уже видел. Уже есть, откладываем. Так. Да. Дальше. Ветряная мельница в метро. Там же сквозняки. Да. Кстати, классная идея. О! Паша! Так, это сюда. Это сюда. Да, это откладываем в другую стопочку. Это жизнеспособно. Дальше. Ну, на самом деле, это тоже жизнеспособно, и если это кто-то уже сделал, не факт, что вы сделаете, не сделаете лучше. Поэтому... Так. Хорошо. Где-то здесь. По серединке. Так. Автоматический ругатель ребенка. А зачем? Ну, у тебя сил нет с работы пришел, и еще и на ребенка ругаться. А у него без уроков сидит тут. А он, и он его и за математику, и за географию, и за невыполезе себя. Мотиватор. Ковер. Здесь надо как раз-таки разбираться с своим work-life balance и оставлять силы на ребенка. Так, неактуально. Неактуально. Пожалуйста. Веломойка. Веломойка. Автоматическая или просто? Ну, которая от ветряной мельницы работает. А, нет, вряд ли. Тогда стартап. Стартап. Потому что, ну, если это просто человек моет, тут нет инвенционной составляющей. А автоматическая, да, интересно. Хорошо. Спасибо. Так, веломойка сюда. Топки в Краснодаре. Это мое любимое. Пахнет какой-то дискриминацией. Парикмахерская для рыжих. Почему нет? Ну, это возможно. Парикмахерскую, скорее всего, засудят. А вот средства для ухода, да, для рыжих волос, например. Вот, как здорово. Мы думали, что это все достаточно безнадежные идеи. А новый взгляд со стороны специалиста показал, что, в принципе, из-за этого что-то может дельное выйти. Сергей, огромное вам спасибо, друзья. Не стесняйтесь и не бойтесь пробовать себя в предпринимательстве, в бизнесе. Главное, ну, как это говорится, не сидеть на месте. Не бойтесь ошибаться, да. Не бойтесь ошибаться, друзья. Кто, как говорится, не падал, тот не вставал. Оставайтесь с нами, друзья. Это хорошее утро. Совсем скоро мы продолжим. Спасибо. Спасибо.